Пока вас не было, вы помолились уже. Да, мы ладно, помолились, давай. Матфея, 22 глава, 41-46 стихи. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Становись дальше. Вот Евангелие распространяется, продается и прочее. Какое-то толкование дается? А вообще без толкования. Толкование это редкость. Тем более все вместе, это вообще единица. А как понимать? Ну, Господином называют кто старше. Ну да. А как же он ему сын? А он его называет. И все сразу, сына можно назвать Господим, а отец сына никогда не называют. Вот хам. Хам это отношение младшего к старшему. Если я ему сказал даже грубо, это не хамство. Я его учу, я отец. А вот сын хам, он насмеялся. А что он сделал? Отец-то напился. Непохвальное дело у Ной это было. И раскрылся. Одежда-то была не сегодняшняя, а просто обмотана материя. И два сына увидели, они положили одежду на себя. И не глядя на отца, положили на него и ушли. И Иоанн Златоуст берет это место и говорит. Что они сделали? Они прикрыли наготу отца. Это понятно. Он говорит, а церковь еще состоит. Церковь это древо Господне. И люди это листья. А ты в храм не пришел сегодня, вчера ты раздел мать церковь свою. Ты хуже хама. Так я... Хуже хама. Мать церковь раздетая. Пришли, а в церковь никого нету. Вот как рассуждают. Это самый великий, самый плодовитый проповедник. Нам надо учиться. А я не согласен. Не согласен с левой стороны. Сказал Господь, ты можешь только сказать, да и аминь, наклонить голову и идти в виноградник. Это выражается в ропоте. А ропот противен Богу и людям. Все. И притом это непрерывно везде вкрапляется в человеческое сознание. Ты смертный и внезапно смертен. Потому что, если уж Валант этому учил, береза, то ясное дело, что что-то тут есть. А у нас... Бесоцитируйте. А? Бесоцитируйте. Ну, это нет. Это Михаил Афанасьевич написал так. Такого героя вывел. И вот это правильно он говорит. Когда он сидит с ним и говорит. Да Бога нет. Никакого Бога нет. Надо доказать. Он говорит, доказывать не надо. Я с ним был со Христом, когда шел к колоннаде. И дальше показывается, как он... Он был там. А как он расшелся? Акайте. Он говорит, такие места сослал. Откуда, говорит, не возвращаются. Боль ваша, боль мудрена. Да, да. Надо говорить. А дьявол есть он. И дьявол, он расхохотался. Это Басилашвили играет. И ни Бога, ни дьявола. Да что ж такое-то. Суд работал. Да ничего у вас нет. Ничего нет. Как это так? А вот так. Нужно быть смиренным. Вот здесь и гордость, и прелесть. Эти слова гордыня. Это там, которые говорят. Достоевский говорит, эти люди любят упрекать человека, поносить тем, в чем они сами виновны. А любой скажет, да ты же про себя говоришь. Но ты не скажешь. Вы говорили, не сразу. Я стою на вахте. А тут отделяет от улицы железная решетка. Проходит, подходит мужчина. Ну что, борода. Здорово. Что ему отмечать? Я еще здорово без бороды. Понравилось. Он подошел, рядом стоит. Выпьем бутылка в руке. А сам курит. Я говорю, курева 12 лет жизни отнимает. А последние годы будешь харкать туберкулезом. Да вы что? Я говорю, да. И пить нельзя. Написано, пьяница, цесарь, все божие не наследуют. Самоубийца. А табакура это самоубийца. Он пачку разорвал ее. А тут столкнул на пастынке, на бетон. Он как бутылкой хряснул. Все разлетелось. И пошел дальше разговоров. Сразу, сразу. Я видел таких людей, которые большее делали. А которые опыта не имеют. Говорят, да что прямо? Им надо круг около. Нет. Ярл Пести говорит. Я выхожу. Тут у меня около моста трава есть. И один дедушка все время корову пасет. Я подошел раз, поговорил. Дедушка расположенный такой. Все. И семья у него хорошая. Он все сказал. Ну, думаю, завтра я ему скажу. Прямо о Христе. И надо покаяться. На утро пришел. Его нету. Я, говорит, до обеда ждал. Нету. Спортсменный дед. Он ночью умер. И он теперь отошел. И весь день, говорит, ходил и плакал. Что я наделал? Шанс какой был, я не сказал ему. Почему не сказал? Наделась она лучше. А Господь говорит так. 29.1 Экклесиаста. Соломон пишет. Не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Не знаешь? Я вот жизнь свою просматриваю и не нахожу ни одного места у себя в жизни моей, за которое нельзя было бы Бога благодарить. Такие были перевороты. Такие кульбиты. И Господь каким-то образом лодку прибивал их к берегу. Тонул три раза. Официально тонул. И три раза вдруг появались люди, которые меня вытащили. На днях-то я чуть не умер от пожара. Я тут рассказывал про одного. Вы не догадались, про кого я рассказывал-то? Догадались. 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 Вот как Господь взял. И поэтому, считая Писание, мы не просто Писание. Златоуст говорит, что ты слышишь, ты притяни к себе. Иисус Христос умер за грехи мира, а ты скажи, умер за меня. Вот Баптисты очень четко говорят. Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех Моей кровью причистое смыть молю. Да, смыть молю. Слово Божие учит в день. Когда услышите Слово Божие, принесите покаяние. Не завтра. А вот постепенно Ему подводить будешь, а уже ничего нет. Сейчас, когда услышал, сейчас же склони колени. Какой-то у Баптистов был. Я поминаю их, потому что хорошо знаком. В Новосибирске огромный вокзал. И он в очереди стоит, и одному говорит, а ты веришь в Бога? Да так, я верю. А ты знаешь, что Христос умер за как умер? Ну, умер за грехи. Так я людей убивал, воевал. Он прощает все, потому что за это грех он ответил на кресте. Так покаяться, а где каяться? Он говорит, давай здесь, кайся. Второй этаж Новосибирского вокзала. И они встали на колени. Ну, это-то, я не знаю, молиться, повторяй за мной слова. Милицию позвали, милиционер подошел, вот, Баптист это. Он поднял глаза. Гражданин, это нельзя делать здесь? Простите, пожалуйста. Душа обратилась к Богу. Мы с ней помолимся, на первый этаж не сойдем. В историю вошел человек. Сейчас Бог коснулся, сейчас же здесь. Грязь, мразь. Становись на колени. И ты уже всталишь очищенный. У тебя опыта нет никакого. А у меня такой опыт был. Вот сам шел, шел убивать. Бат, лошади слетел, упал. Против рожна идешь. Трудно тебе идти. Я Иисус, которого ты гонишь. А где я видел тебя? Господь разговаривает с ним. И теперь три дня не пьет и не ест. Не пьет и не ест. И чем закончилось? Ананя приходит и говорит, брат, сам, уже брат. Что ты имеешь в виду? Встань крестись. И омой грехи твои. Узнайте, какое у вас было крещение. С полным погружением или нет. И когда душу Бог приведет, приведет к себе. Приезжайте по деревку, покреститесь. Шикарной такой черной бородой является не старый человек. Пошли дальше. Матфея 22 глава 41-46 стихи. Прочитали. И теперь толкование блаженного фефилакта. По елику они почитали Христа простым человеком. Толк он опровергает их мнение. И из пророчества Давидова раскрывает ту истину, что он есть вместе и Господь. И таким образом проповедует свое божество. Фарисеи сказали, что Христос есть сын Давидов. То есть простой человек, а не Бог. Как же говорит он, Давид называет его Господом? И называет так не сам по себе, а Духом. То есть получив откровение по благодати Святого Духа. Говоря это, Господь не отвергает, что он есть сын Давидов. То только показывает, что он не простой человек, происшедший от одного семьи Давидова, но вместе и Бог по человеколюбию, соделавшийся человеком. Ну здесь понятно, да? При этих словах, когда его спросили, все должны были просто ахнуть от изумления и сказать, иди и учи весь народ, ты теперь будешь у нас главный раввин. Потому что никто до этого не обращал внимания на такие простые слова. А как он называет Давида, тогда Давид называет его своим господином? Как? Если он ему сын, получается, Давид-то первый, а потом только пойдет Христос, придет. Так, у меня прошло разрешение сказать. Вот человек, который имеет опыт в священном писании, он не победил. Вот с сектанты, они 11 книг выбросили из Ветхого Завета. Ну а как бесядок? 39 осталось. Самаряне, вот эти садуки, они признавали пяти книжек Тору. Все. И доказать, что бессмертный у человека душа и вечная, там не написано. Но они когда эту компанию-то составили, семь мужей одну жилую имели, и умерли бездетными, да никто ее с тварью-то не возьмет больше. Если уж три мужика умерли, а четвертый-то совсем малахольный. Чего ради ее брать-то? Детей нет, и умерщенщик считает всех. Какой-то демон душит их, как от лутовита была. Сколько женихов их всех подушил демон. Представлены демона, когда они есть, а колоссары. И здесь. А Господь говорит, а вы ее считали? Он говорит, я из Бога Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Ну да. Так вот тут и говорится, что душа бессмертная. А где тут говорится? Он не сказал, был. Он говорит, я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Кому говорит? Моисею. Авраам умер? Ну да, 600 лет уже. Так, Исаак умер, умер. Он говорит, я Бог их сегодня. Значит, они живы у него? И все сразу отошли. Там нет этого. Но там вот это что, по-русски? Аз есмь еси, Бог. Я сегодня, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Если у отца было, допустим, три сына, и они все погибли. У тебя, ты что будешь сказать? Скажешь, у меня было три сына, они напротив погибли. Он нет. А ты, я Бог Авраама, Исаака. И все дальше ничего нет. И отошли посрамленные. Надо знать Писание, чтобы ты увидел таинственный, глубинный смысл. И кроме того, называемая экстраполяция, перенос за тысячи километров на сегодняшний день. А как тогда было так? А это как раз сегодня. И когда Господь сказал, заблуждайтесь, в любом вопросе, заблуждайтесь, не зная Писаний и не силы Божьей, что Бог может все это сделать. Бог силен это. Надо просить Бога, чтобы это открыто было. И наша эта мудрость, написано, называя себя мудрыми, обезумели. Называя себя мудрыми, обезумели. Я вот вроде научился, что-то говорю, а перед Богом-то это ничего нет. имеет силу только то, что Бог изрек. И когда мы смиренно склоняем голову, никак по-другому не может быть. Никак. Вот я с мусульманами когда разговариваю, каждый день у меня есть некто человек. Ну, это у вас написано, а у нас от Исау не умирал, Библию показываю, вот так вот, полочкой и сразу. У нас другая книга, я сразу беру Коран в экран. Читай. Коран. На другой стороне переворачивай по-арабски. Не могу, а тут баран. Вот тебе и получилось. Ты 151, ни один не можешь не просчитать. Я говорю, вы такие же, как мы православные. Старкомно-славянский язык. Старкомушки стоят в храме, ничего не понимают. Вы даже не заметили. По старкомно-славянскому, но все виблейское, мы добились этого по-русски. Священник выходит по-русски. И когда служит у нас архиерей, потрягший, и они все считают по-русски. А вот это, что оно заковано, это отец Аким заказал, так, где у них, делает это все. Соприла, что ли. И это по заказу сделает. Русская Библия лежит на новое. Это все новинка, как бы. Но ни один архиерей против ничего не может сказать. Павел говорит, слышите пять слов. на понятном языке, чем 10 тысяч на незнакомом. По-славянски тьма. Тьма это 10 тысяч. 10 тысяч и пять. Ты хорошо, говорит, поешь. А кто понимает? Ты хорошо говоришь. Вы сказали, голова не вмещает. Надо тренировать. Повторяю, самые слабые мозги у блудников. Вот они между собой разговаривают. Сколько же он был, ответил по 17, а тот, а я еще-то им не знаю. У меня 4. У меня 4. Я говорю, а теперь бывшую жену спасать. Учат святые отцы на улице, ни по телефону не звони, не спасай, она проглотит тебя. Черная космическая дара засосет тебя, оттуда крика не будет слышно. Не учить, слушать, что они сказали. Вот какое дело. Если мы поняли это, вот один из примеров. Я приезжаю в Грузию, грузинского языка не знаю, но меня пригласил патриарх, и я еще туда еду, в Москве уже разыскиваю учебный грузинский язык. Я еду в Латвию, еще не доехал, я уже учу язык. Дальше поступаю в бригаду с латышами, через 3,5 месяца они меня везде садят за стол. Я знаю их обычаи, Мне это надо, тебе не надо. А другой рядом, 26 лет, они националисты. Я спросил, куда пойти, в улице Ядис, она так показывает. А почему, когда я спрашиваю, он меня не просто так, а выводит и показывает, где. Почему? Почему она увидела, что я под лодку залез ночевать, а она меня пришла и говорит, иди ко мне в дом ночуй. Она недалеко от реки Венты, лодки эти там опрокинутые, а я пересадкой, там долго времени нет. Я убедился, что каков ты, так тебе откликнется. Господь говорит, если вы для меня как звери, я для вас зверем буду. Ты для меня альбом и я для тебя альбом буду. По лукавству вашему буду поступать с вами. А ты просто скажи, я не знаю, Господи, как ты скажешь. Он говорит, 539 евангелетяна, исследуйте Писания. Какие? Когда Господь говорил, Евангелия еще не было. На Евангелии Матфею еще 8 лет было. И говорит, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть все Писание о Христе, почти 300 пророчеств Ветхого Завета. Ну тебе не понятно это? Последнее пророчество. Захарий говорит, и оценили цену оцененного в 300 серебряников. Я раскрываю картину. Тут же сидят финансисты. Я говорю, при дефолте, вот когда бывает кризис там и прочее, то как? Цены меняются-то. Ну как? Сразу меняются. Ну а вы знаете, какая инфляция? Я судил сознание. С 91 по 97 год 10 070 цифра. 10 070 рублей заменяет один. Как в имена Гитлера у них было, за кусок хлеба 2 миллиарда марок уже платили. Я говорю, скажите, вот если поднимается цена на какой-то товар, то другие тоже, и другие потянутся, и на щеках будут. Цена оцененного 30. Если бы за Христа заплатили 31 серебряник, это не Христос. 29 не Христос. И цена раба не может не увеличиться, не уменьшиться. Меняются все товары, все цены. Раб на деревянных башмаках, на базаре 30 серебряников. До какого момента? Как только иуды деньги в руки попали, цена назад уже 300. Все пошло вверх. За 600 лет все наверстали. Почему? Потому что наемник, он через забор Индии, как она толкала из Индии. Индия, то есть не дверью, а дверь, дверь Священного Писания. А Христе около 300 пророчеств. Они буквально все должны были исполниться. И Антихрист, этот Машаах еврейский, который будет над всем миром хозяином, он во всем будет подражать. То есть мы уже примерно знаем, как он будет. А они в Коране там где написали, у него будет одноглазый. Я говорю, не написано это. Они не знают совершенно. Только на арабском. Самоарабский никто не знает. Никто. Ну, никто это означает абсолютное большинство. Если я сказал вам а дальше, это не о всех, я сказал, конечно, не о всех, о священниках. Но те, которые против, явно, которые лгут, которые народ не учит, это такое большинство, что Писание говорит все. и так многие из праха воскреснут. Это говорит Даниил. А Писание говорит и воскреснут праведно и неправедно. Все или много? Все это означает много. Не противоречит. А кто толкует так? Ну, кто там толкует? Феодорит Киркский. Вот оттолкование. Я всегда спрашиваю, вы когда считаете, вы разумеете, что? Разумеешь и что считаешь? А он отвечает, а как я его разумею, когда никто не разъяснит? А это кто был? Министр финансов приехал из Эфиопии, а ему Господь говорит Филиппу, там на дороге на той, из Барнаула в Осиннике едет человек и идет оторваться за вас и перейдется на пути дороги. Он подошел, а он считает прохоль Саю изъязан за раны наши мучим. Слушай, ты, черный, а как ты понимаешь о чем? А как я пойму, когда они разъяснят? Ну, залазь! Проголосовали и дорогу он начал разъяснять. И он сразу такой живой был. А вот, говорит, озеро, а что мещам мешает? Он говорит, ничто не препятствует. И оба сошли в воду, не из бутылочки поливали, как католики, не вокрой ладошкой, как батюшка, не как армяне, руки в тарелку обмазал лицо. Но написано и оба сошли в воду. Толковать не надо, оба. И когда батюшка наш заходит в воду вот так и рядом. И что интересно, православные, патриаршие что-то пишут о крещении. А бывает такая небольшая брошюрка и картинка с двух сторон ее разваленуть надо. Берут наши снимки. Потому что таких красочных снимков нельзя сделать. Вчера я вам дал эту визитку-то. И как раз там стоит человек первый, это Сергей. Господь, как показал батюшка, в воде стоит. Так было, нет? Кто крестился? Здесь все крестились. Вот мы об этом говорим, что никогда завтра, сегодня, сейчас. Я приехал в Грузию, я начал в Грузии. А тогда был наук, еврей. Его привезли в старое строительное где-то. Но был он и не больше трех часов. Еврей, суровый, родители, чистопородные. Наум Израилевич. От меня он вышел в православную. И пока, а как его тронул? Идем, а он вот так вот, женщину тут, я вижу, раздевает все. Это после бала у Толстого написано. А мы своих невест бролю одевали, а вы раздеваете глазами. Я говорю, слушай, ты что так на женщину был? А что? Ты бабник? А как вы узнали? Да как узнали? У тебя запах идет, точится от тебя. У него его видать. Примерно сказать, я в новом месте живу, в автобусе сел, вижу, мужчина заходит в военной форме. Я только глянул, вижу, это такой блудяга, у него и жены пересчитать. Соломон в квадрате в минусе. Я говорю, а кто такой? Да вот тут живет, потому что 40 раз надо женится. А как вы узнали? Я не знаю. Блуденцы узнают по поднятию ресниц. Это премудрость библейская. Поднятие ресниц. А стыдливого как? Вот когда ест, он чашку облапает и ест. Бесстыжие. А почему? Стыдись облокачивания на стол. Я один раз прочитал, шабаш, все. А теперь Василий Великий говорит, так у нас как идет? На кусочек, подтянул к себе две руки. Почему? Василий Великий говорит, ты склоняешься к чашке. Всякое животное, ест склонившись и только человек подносит к себе. Ты оскотинился. Вот ответ. И поэтому у нас в лагере дети научаются в течение одного дня всему этому. А взрослому? А у меня ложка рядом. Я как? Ложка ударю по столу. Вот что будет по лбу. А сколько раз ударили? За 45 лет ни разу. Я должен страх ему дать. И дети все приняли. Об этом. Подсерашу. Вы знаете, скольких детей он перепортил? Вы вас простите. Ему говорят. А скажите, а вы знаете, сколько отдал я? 45 лет до детей. Какие муки претерпел? Ни одного ребенка не позволил прикоснуться. Правило какое. Отдельно три, вот так вот, как домика, кельи идут. Девочки, мальчики не имеют права даже мимо пройти. И когда суд-то был, я на их подал клеветали, что спят на вещевых мешках. Судья сразу спрашивает, а вы там были? А он по санэпидемстанции председатель района, Смирнов Евгений. Он говорит, не я так как живу, возражаю. Да там у них спят курятники. Он говорит, перестаньте, у них зарегистрирован лагерь, мне не нужны курятники. Фотографии я себя показал. А сколько у вас подушек? Я говорю, А детей сколько было? 75. Так и чего же ради на вещевых мешках спали? Сидят вместе с девочками. И они провалились и проиграли. А дальше публиковать надо, и редакция должна выплатить. Все процессы проиграли. А почему? По телевизору провержения. Да. Это на уму. Это когда перед Богом ты ходишь, тебе не надо лукавить. Лжец должен иметь отличную память. Он должен помнить, как было и как солгал. А как солгал-то, это трудно запомнить. А если прямо у тебя два варианта, и Христос не отвечал ни слова, или ответил правду, или ни слова, вот два варианта избери. У меня следователь был, он обратился в КГБ, стал священником. Понимаете как? Вот я к слову сказать, всем говорю, пусть через каждого придет один еврей, который захватили мир, и станет православным священником. Ты хочешь быть благословенным? Два благословения. Первое, второе, между ними сто. Первое, никогда не поноси детей Авраама, еврейский народ. Никогда. Благословляй его, и будешь благословлен. Проклинающий будет проклят. А как благословлять? Ну, в первую очередь, помочь, если он нуждается. Второе, если Господь позволит, где-то он попал в беду, вызвали его. У нас не шурха, а нарух. У нас Евангелие, враг голоден, накорми. Евреи это слышат, что вы говорите? Очень слышат. И они говорят, конечно, вы правильно говорите, чудо истории, это еврейский народ, сохранивший все. Но вот этот старец говорит, это тоже, говорит, чудо. К евреям. А к мусульманам захватили, все надо бороться, а надо, как любовью. Я иду по камерам, 3700 человек, я их сразу вижу, кто. Я его первым подзываю, чистая бумага, что дать, на Пасху яйца привезли, покрасили. В тюрьме, в местной работаем. В первую очередь, ему, у него, у него все другое. Я рассказываю такую историю, про мусульманина, что все глаза вылупают. Я говорю, у вас воображение, знаете, знаете, 6 качеств, это любого лидера, чтобы на тобой бабы не командовали, чтобы у тебя на работе было как. 6 качеств. Первое, воображение. Ты вот поехал сюда, вообрази, сколько надо денег, будет лет гостиницы, а ты доедешь, а он ночью умер, ты должен все вообразить. Что дальше делать? Ты за последние варианты должен. Второе, ты переезжаешь совсем или нет? Да я совсем, значит, знание. Ты должен знать дорогу, температуру, что сажаются, какие семена взять. Третье, умение. Как умение превратить, как печь построить. Умение. Четвертое, качество лидера, решимость. Серафима, когда спросили Саровска, почему ты смог, а мы, он говорит, решимости не хватает. Это во время войны американцы выработали. Убили полковника, а лейтенант повел в атаку. Почему не подполковник? Вопрос стоит, почему? Лидерские качества в нем. Четвертое, значит, пятое, неприемлемо, беспощадность. Беспощадность. Какая? Ну, он обманул. И ты его не исправишь. Вот, Павел поехал проповедовать и с Варнавой. Они были земели, с одной местности. А тот, с ними был Март, племянник его. Ну, он дорога, то ли по мамке соскучился, или ушел. И когда в следующий раз, он видел, какая там, все слушают. И он решил, я поеду, Павел говорит, шаг назад. И все на этом кончилось. А Варнава говорит, да он молодой, да ну мало ли бывает, ну нельзя таким суровым, жестким быть. Ну, он говорит, нет, не поедет. Тогда он взял, ну я тогда беру с собой твое дело. А Павел избрал силу. Иду, Божий, благословит. А это и хорошо, что разделились. Два статильника, таких больших, в одном месте, это многовато. То есть, надо во всем увидеть благое, божественное проведение. Я о чем говорю, ясно? Вот так. А что вы не понимали люди, заметьте, я рассказываю из своей биографии, чтобы понятно было. Меня приводят в новое место, Кемерово. Новая тюрьма. Камера. Зашел, людей не видать, 70 человек. На одну шконку по три человека. Ужас, я только зашел, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне, говорят, мир вам! Сразу зашевелилась эта масса, а один оторвался. Это, вор в законе, пахан. А кто вы будете, откуда? А какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, мента грохнул? Я говорю, это 190. Это 190 прим. Так, когда стали говорить, а мы прогуливаемся, тишина. А что бы вы хотели, как здесь? Я говорю, мне воздуха не хватает. Так, подошел, ты сироту спишь. Ну-ка, иди на то место. Раз, да нет, я не тебе говорю, это к тому. Он выгнал ее. Нет, не уходи, я просто рассказываю. Понял, как вы верят же это. Еще-то один рассказ будет про Шаляпина как-то. И вот здесь, он посмотрел, ты тоже наверху табаком сыпешь. Уходи. И мне две шконки одному. Я только зашел, и уже вся камера слушает. Так, найдите не курящих. Три человека нашлось. Вечером, отбой в 10, в 8 часов. Уже в 6 пообеду, поужинали, мойте тщательно руки, ни один не закурит. Все, вот такие смотрящие. Отрывается камера, охранники с двух этажей у двери стоят. Я начинаю проповедовать. И каждый день, я когда разговаривал с этими, которые сидели, они даже не слыхали такого. Это о чем рассказывать? Этого не может быть. А вот Бог делает так. И слушает. Это не то слово. Я вот когда говорю, ну, маленько вдумайтесь, то, что я говорю. К нам забросили, мы двое были, директор во главе их, за паровоз зашел, и преподаватель второй группы космонавтов, Лозин Анатолий Максимович. Я про Гагарина, про смерть, про Туполя, все знал. Он преподавателей, все знал. Математик, вообще. Я задаю в камеру вопрос. Скажите, вот, Граб Монте-Кристо, пожизненно, но с тобой разрешают взять одну книгу. Одну. Называй любую, тебе дадут. Я его спрашиваю, Анатолий Максимович, вот вы какую бы книгу взяли, он называет математическую, какая сложная книга. Я говорю, сколько ты будешь ее считать? А считает по две, по три книги в день. Косой метод считать. Это вообще. Больше я не встречал никогда такого. Ну, страниц 340, две книги за день. Я его беру, он чуть не цитирует, посередине где. Это память громаднейшая. Это все попутно говорю. И вот я теперь спрашиваю, книгу на сколько хватит? Ну, я могу целый год. Но впереди жизнь, тебе только 32 года. Евгений Берсье, проповедник, протестантский, во времен Парижской коммуны, в Париже, задал этот вопрос. В собрании было примерно 3000 человек. Какую книгу возьмете в одиночное пожизненное заключение? 100% в Библию. Теперь она никогда не довез, и каждый день по-новому. Я вот, ну, 56 лет я ее считаю. А поскольку? И надо по 10 часов уходила на Библию. И мне каждый раз кажется, что я первый раз взял ее в руки. Настолько открывает какую-то сторону Бог. Я думаю, каждый прошлый раз беседовал, это место я не употребил. Поставила бы грань. Вот первое, это не хули народ Божий. И последнее благословение, плати десятую часть. Не одну, а ты скажи, не меньше, чем три. Тавита 1.8. А одну на содержание священника, други на украшение храма, третья для нищего. Меня же дернуло за язык. Первый день, когда он слышал, а я буду платить 9-10. И прожил так жизнь. Ни разу не пожалел. Конечно, на двух-трех работах работал. И выработка везде была 280-300%. Физическая работа. Неукротима. Мы выходы, хотя бы не выходы, говорю, часов, когда бывает, покурить назад, перекур. Это Бог делает. Нельзя это. Это вредно для здоровья. Как будто ничего не слышал, и здоровья остаюсь. Вот чем больше трясутся, гигиенец, тем хуже человеку. Сегодня опыты провели. Где больше гигиены, больше болящих. А испытывали Эстонию и Финляндию. Кажется, самые такие высокоразвитые. Ну и больше всего Финляндии. Настолько процент такой же болезни детей. Вот собака. Он знает, что ее мыть шампунью, как вот я легенда-то, это вредно. У нее защитный слой. Она может любой паршой, чем угодно заболеть. И ты это один раз услышал? Все. Я в армии был, услышал, перестали ведь нельзя. Пища нормальная, соленая, нормально. Это означает в четыре раза больше нормы. Я в армии был, больше на столе соль никогда не появилась. Дорожка к инфаркту с белым порошком, а сахаре. На столе больше сахара никогда у меня не появился. Ты слышишь, прими это себе. Я один раз услышал, второй раз мне не надо говорить. Я уже тысячи людей научил. Сахар ограничен. Соль лучше без нее. Я сахар тоже не ем. А к примеру? Да, и соль. А курить? Понимаешь, я когда обращаюсь к своему опыту, начинают лохать, а вы себе рассказываете. Так. Так вот. Сейчас еще немножко вот я остановлюсь. Мы не опоздали, чтобы мы... И с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть, вот не смел спрашивать его. И задаемся мы сейчас экстраполяция на сегодняшний день. Почему вот Игнатия Тихоновича Лапкина, батюшку нашего, да и вообще нашу общину, даже наш епископ, который у нас был, и митрополит тоже, кстати, они, ну, никак не отвечают. Никак. Ну, приехали и приехали. Побыли здесь, да. И никогда ничего не скажут. Что у всех... по хвалу нарывается. В семь минуты все стоят и все молчат. Были хоть раз в храме-то? В храме были, мы-то постоянно их там бываем в Московской Петракии. И что там? Брова на движение. Там никто не стоит, там нету понятия стоят. Там вот эти дети, вон она маленькая, вот так. Это вот завсегда тайка была в московском храме. Вон она. Сейчас ее отучить не можем. Начинает шастать. И вот постоянно пальчиком грозишь и грозишь. Я был когда с ней там, а Надежда Васильевна мне говорит, ой, она уже такая послушная, а там с тарелками бабки пошли, она сразу за бабок и с ними пошла собирать. То есть уже отучиться не могут, а у нас этого нету. Ты помнишь, в храме были, когда там деньги собирали за тарелками, а ты пошла с ними с бабками. Да что она помнит? Она забыла. Я взял маленькую рузу. Я к тому, я именно к словам, почему не спрашиваю, больше не смели спрашивать его, почему? Никто к нам не смеет подойти, почему? Мы полностью идем за Христом из установки канонов Христа. Алексей, это не зря говорит. Епископ, когда приезжал к нам, наш говорит, знаете, я у вас себя чувствую в подвешенном состоянии. Я говорю только то, что записано на видео. Там, говорит, где бы ни было, вопросы задайте, я знаю, что ответить. Ну, похоронили там, как отпевать. Но здесь такие вопросы, мне надо заново где-то смотреть их. И вот у меня один пишет о Террии, знаете, иногда митрополит, берет свиту, священника, пьеда, и всем в конвертики падает, бывает. Ну, если такие, которые поборами не занимаются, я говорю, есть, что, в наше время, я говорю, да, назвать можете епископа, я говорю, Евтикин, Курочкин, Тюмень, и у него носков даже нету. И у нас был один 13 лет, он никогда ничего не попросит. Батюшка, конечно, там все надо, что делает, повезет и меду, но сам никогда. И с нами пьет, и если пошел со мной пасти овечек, и целый день валялись там на соломе. Епископ. Случилось так? В патриархии теперь он полностью, он был последние пять лет домодедовского патриарха. И нам Бог дал счастье именно его иметь. Я даже сказал ему, знаете, Владыка, ваше счастье, то, что вот вы, ну, вот он не принес, все мы сами без него делаем, то, что вы не сожрали нас. Ему, может, не понравилось, но я сказал это. Это важно. Любой епископ бы нас раздавил. Как сейчас прислали там на нашей территории. с Украины. А к нам отсюда священники на праздники приезжали. Он не знает никого, сразу поставил условия. Кто поедет, потеряя к Уклопкиным, будет там-то. И никого больше нету. Это сегодняшняя. Вот эта вот душа Агнинина, вот она. И она переехала на родину свою, а там храм. Ее храм не пускает за то, что она снова не знается. И она на улице, которая вот стоит, валенки до земли протаивает. И никуда не уходит. Четыре года. Вот она. В храм не пускают. Не пускают. И храм-то частный как раз. Владимир. Мы писали, и имитрия политики никто не может сделать. Там такой ядер стоит. Сместил его, да и все. А почему не пускают? Священник. Сказали. Чернодара или Чернодыра не знал. А теперь он спередок, ярмонахом стал. В нашу общину ходит, поэтому не пускают. Все, она не говорит, ничего не распространяет. Мне поставил условия. А почему поставил условия? Потому что мы ездили туда на благовестие. Помните? Да. А прежде чем поехать на благовестие, батюшка порекомендовал, Нин, ты позвони, предложи священнику, местному их, чтобы он с вами поехал. Я ему позвонила и сказала, мы вам оставляем место в машине и забираем вас с собой. А вы там с нами пойдете, это же ваш приход. Вы с нами пойдете, ваши люди с нами, и мы успеем захватить всю деревню. Он говорит мне потом, попозже маленько, говорит, нет, у нас с вами подходы другие, разные. Вот он мне, как сказал. Представьте, мы в репархии. После этого он уже никак меня не воспринимает, вообще никак. И когда случилось мне переехать туда на место жительства, я пришла в первую очередь, в первую очередь я сразу пришла в охрам. Потому что мы тут-то ходим, и к нам ходят, и мы ходим. А когда туда пришла в охрам, его самого еще не было, но он своим служителям сказал, а я с крылечка спустите. Но меня с крылечка не спустили, я сама вышла. такие условия поставили мне, что я вынуждена была выйти. Я вышла, и говорю, ну будет такое время, когда я все равно войду во храм, Господь ведет меня. Только нам будет совестно друг в другу глаза смотреть. И вот четыре года я стою на улице. С ними я разговаривала. С ними я разговаривала. Стоятья про это. Вот она. Сощем России из клочков. Вот у нас статья идет. И заканчивается зачем? Андрей Кураев, прочитайте слух. Игнатия Лапкина я знаю. В его книгах «Московская патриархия» подвергается жесткой критике. Поэтому отношение к нему священников объяснимо. Но то, что делают православные из Потеряевки, дело благое. Замечательная практика сама по себе. И очень редкая. До сих пор я слышал лишь о миссионерских пикетах, которые устраивал в Москве отец Данил Сысоев. Только при этом надо обратить внимание на самооценку и появляется ли через это гордыня. И прелесть еще. Гордыня и прелесть. Это важное измерение. Прелестная гордыня. Важное, важное дело гордыня и прелесть. А подходит гордыня сидит дома. А когда гордыня пройдет, она никогда не пройдет. А когда тебя будут молотить, и говорят, фарисеи, молитесь открыто. Ждете награду. Но когда тебя сзади кирпичом лопят, ты понимаешь, что теперь обстановка-то другая. Никто тебя не похвалит. Представьте, я нахожусь уже в лагере и в это время приехал человек один, а мне сказали, это майор КГБ был из областного центра и сказал, этого человека пальцем не задевать на меня. И они же меня спасали. А меня вызвали в это время, там Дулутбаев, Урор, режимно-оперативный майор. я сижу и перекрестился он. Я сказал, не крестите, вот ударил вскользь, не больно. А другой сидит, который полито делал, и сразу по-своему дыр-дыр-дыр и тот сразу, так вы и по-славянски считать умеете. видишь, как Господь все это делает. У меня-то были ходатайства из ООН, из стран каких, и мне не давали в кабинете этого политотдела. Он вытащит, а тогда приехали, сообщили, Тоня умерла. Он видит мое состояние, вам что нужно сейчас? Я говорю, мне бы одному побыть. Он меня в кабинете запирает и уходит, я там плачу полдня и молюсь. Это Бог так располагает. А когда приехали, бороду снимать, уже дальше никак нельзя. В тюрьме сохранил начальник тюрьмы, как уверовал, можно сказать. Я говорю, почему? Дайте мне срок другой, увеличьте в два раза. С общего режима на стройки переведите. Ну, у Пугачева там, у Ульяна, у них борода не брели, когда не сидели-то. Никак. Тогда принесли, простынь расстелили и чеченец стрижет, а рука дрожит. А меня Аллах не накажет. Я говорю, а ты подневольный человек. И у меня теперь две бороды. Одна в конверте, другая здесь. А когда я вернулся, из лагеря-то, я не пошел в церковь, пока не отрастет борода, согласно Слову Божию. И священники ко мне на дом приезжали. И два священника вышли с покаянием, ивгумен, перед народом. На беседах беседовали, а они говорят, я куда-то скрылся. Не скрылся. И они вышли перед народом и стали говорить, мы, недостойных христианами называются, а мы священники, только друг перед другом показываем себя. И прекратили прищищать. И только на последней неделе, вот которая сейчас будет, стали исповедать и прищищать. И за это время, что принесли все бумажки, по которым лечили людей. Так там показывают, стопки две вот таких вот было. Во дворе все сожгли. Один из них сейчас, Ивгумен Абревеев. Господь коснулся. А когда приехали в Грузию, я по-русски собрание провел. Первый раз видят. Дальше подходит грузинский пресвитер и просит, вы у нас, баптисты, скажите, я объявлю, а дальше все собрание ваше, два часа. Я снова два часа. Осетинский подкрался. Тоже пришлось. Вот уже шесть часов. И на молодежное. В один день мне пришлось говорить восемь часов проповедь. И проповеди разные. Это проще, чем голове. Вон, четыре-пять максимум. Это не беседа, проповедь, где нельзя остановиться нисколько. Я на кафедре стою. Это большая разница. Потому что цель она правильная. А эти там тоже стоят? А? Там и проповеди тоже стоят? Все сидят. Или сидят? Нет, где я проповеди говорю в храме? В молитвенном доме я же за кафедрой стою. А слушатели тоже стоят? Нет, почему они сидят? Сидят все. Ну, а то, они просто стоят. Нет, все сидят. Ну, главное, переводчики рядом. У меня записано кое-что. Грузинский перевод она сразу переводит. Это не проповедь сказать, это не просто беседовать. Я не должен от этой нити, поставленный до конца, никуда, ни влево, ни вправо, как Сергей молится. Как Сергей молится? Ну, он так говорит. Влево это садукея, право это православных ористеев. Чтобы не перехватить ни то, ни другое, а сказать, как говорят святые отцы. От истины. Это очень непросто, Алексей Викторович, чтобы вы пришли. Это все зафиксируйте, если придет время и скажете, благо мне, что я побывал здесь. И межи мои, прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Аминь. 22-й псалом просчитайте потом. Хорошо. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Поехали. Поехали. Я еще... Вот все. Нет, просто нам надо заехать сюда. Да, доехать. Да, доехать. Да, уходим. Так, вы оставайтесь. Поехали. Спасибо. Ну, ангелы, границы, а мы что, мы сейчас еще 10 минут и тоже закончим. Может, вместе помолимся? Нет, когда-нибудь. Так, Игорь, мы совершим молитву, чтобы... Вот сюда садимся. Сейчас помолимся. Позвольте. Достойная всякого истину уложить Тетя Богородицу признавлаженную и пренепорочную и Матьи Бога наше год честнейшую Херувин и славнейшую без сравнения Серафин без искрения Богослова родшую сущую Богородицу Тя величаем. Господь, благодарим Тебя за эту встречу, за эту беседу. Прибудь с нами в этот день и благослови Алексея в путь и возврати его с миром домой и слышанное, доброе, да, сохранится в нем. А что не по слову Твоему было сказано, прости нас и помилуй и изгладь из памяти. Мы просим Твоей милости о родных и близких не познавших Тебя. Коснись их сердец, благослови правителей и в разумии, патриархам, епископам, священникам пастве, дарь духовное рождение свыше и водительца духом святым. Тебе, Боже, слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини, Господи, молитву нашу с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле, о всемогущий Создатель. Прими молитву всех, кто молится о нас во благо нам и исполни ее, любящий наш Отец Небесный. Услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. По славу Божию. Спасибо.